книга открытым оком тема коммунизм том 19 вопрос 3331 в печати муссируется тема об установке памятника иосифу сталину в краевом центре в барнауле что скажете на это отвечает игнати тихонович лапкин государства демократии балуются и потому ничто не возбранит коммунистам еще поиздеваться над памятью павших от рук этого всемирового палача 18 декабря 2006 года я был приглашен по телефону на обсуждение этого вопроса место встречи было выбрано может быть не случайно казино золото партии так мне пояснили было около 60 человек с буфетчиком мне понравился ведущий выступление немца а дитса депутата и историка русакова константина коммунисты были на запредельном возрасте и восхваляли сталина и говорили о победе в войне и об индустриализации страны и о величии страны при сталине и сравнивали его с иваном грозным и с петром первым им простили многое за поднятие страны и и понятно что государство самый настоящий монстр идол ваал в жертву ему можно принести 90 процентов населения чтобы остальные 10 процентов железной рукой загнать в вожделенный коммунизм говорили по многу и много не о памятнике а о в кавычках святом иосифе чей портрет в купе с портретом хрущева никиты висел на стене когда стали давать по три минуты кажется туда ли кто далее на реплику и мне воздохнуть сказал так примерно благодарю бога сколько увидел умных людей сразу в одном месте и все дают умные советы но почему не поинтересовались согласно слова божия если в этом совете бог и что он скажет про керемия 23 18 ибо кто стоял в совете господа и видел и слышал слова его кто внимал слову его и услышал пророк михея 4 12 но они не знают мыслей господних и не разумеют совета его что он собрал их как снопы на гумно и римея 23 22 если бы они стояли в моем совете то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их у человека есть воображение и мы можем представить что барнаул есть часть страны а страна всего лишь часть земного шара на котором живут около одного миллиарда мусульман у которых запрещены всяческие изображения кроме кисти руки указывающий на мекку или медину и мировой религии иудаизма запрещены изображения по книге исход 24 не делая себе кумира и никакого изображения того что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли им нельзя по их убеждению ставить памятники никому будь то моисей христос гитлер или стали у христиан при том далеко не у всех разрешено иметь изображение и памятники но только святых что до сталина то виталий коротич редактор огонька писал что сталину и в аду место мало столько он сделал зла но учитывая что государство не теократическая суть пусть коммунисты ставят памятник в своем дворе при юлиане отступники 361 363 годы храм аполлона был разрушен стихией но колонны так наклонились что не упали и этот момент и он златоуст так разъяснил что это для того чтобы видели что не человеческой силой разрушена капище и эти развалины остались для показа что здесь было нечестие так и памятник стали ну может быть объектом для экскурсии чтобы показать какой тиран жил и поглощал миллионы людей салон 58 12 не умерщвляй и их чтобы не забыл народ мой расточи их силою твоею и низложи их господи защитник наш мы же все братья по адаму а столько ненависти друг другу из-за мертвого тут меня и прервали и я замолк и вышел но за мной вышла девица с магнитофоном но я не раз слышал кого она представляла и она спросила что я хотел еще сказать что не дали довести до слушателей и почему я так миролюбиво говорил с разными людьми я и пояснил что и кто я и потом добавил немного что нужно уверовать во христа и чтобы бог был советником и ему служить а не труп у людоеда я на себя дам отчет богу в зале была страшно гнетущая обстановка коммунисты кричали злились несусветно так и виделось что облеплены духами демоническими с ног до головы и изо рта каждого дымила преисподняя за мной вышел один упитанный яростный коммунист и пояснил чем должна ныне заниматься церковь чтобы выполнить перри первую очередную задачу убрать это правительство я же ему подсказал что это лучше всего сделать так молиться за правительство чтобы они обратились к богу покаялись чтобы свет истины осиял их умы и души и тогда они увидят что они не на своем месте и уйдут с покаянием передав свои полномочия другим деяние 1223 но вдруг ангел господин поразил его за то что он не воздал славы богу и он был изъеден червями умер псалом 65 12 посадил человека на главу нашу мы вошли в огонь и в воду и ты вывел нас на свободу псалом 35 36 видел я нечестився грозного расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву но он прошел и вот нет его еще его и не нахожу владимир соловьев лежит на месте этом сперва был философ а ныне стал шкелетом иным любезен быв он многим был и враг но без ума любив сам вернулся во враг он душу потерял не говоря о теле ее дьявол взял его ж собаки съели прохожий научись из этого примера сколь пагубна любовь и сколь полезна вера 15 июня 1892 год владимир соловьев